Физическое здоровье. Вот смотрите, если не долго, а как бы кратко, то физическое здоровье человека зависит всего от двух факторов. Первый фактор – это нагрузка на природу, то есть или статическая нагрузка, или пост, или динамическая. Три вида нагрузки существуют, дающие долголетие или здоровье, заряжающие батарею. Это длительное, непрерывное, длительное, спокойное, мягкое, плавное, нежное движение, длительное. Например, легкий, спокойный, радостный, пев, длительный. И второй фактор – любовь к природе. Вот этот второй фактор – любовь к природе – это реализованный опыт отношения с природой. Реализованный опыт, любовь. Трудно-достижимая вещь, движение – трудно-достижимая вещь. Мне понадобилось где-то, ну я сейчас уже бегаю в целом где-то 3,5 года, но мне понадобилось 2 года, чтобы начать бегать, 2,5 года мне понадобилось, чтобы начать бегать столько, чтобы очищался весь организм. Я вам расскажу, сколько конкретно надо бегать, чтобы организм очищался. Я бегаю сейчас 16-18 километров. Это дает возможность мне очищать весь организм полностью. То есть у меня, ну как-то я, насколько я понимаю, у меня не будет рака в результате, потому что сгорают все вот эти вот, ну, возможно сгорает иметь рак. Понимаете, тело расслабляется, не будет болезни перенапряжения, это инсульт, инфаркт там и так далее. Ну и как бы ничего новенького, понимаете, я не сказал насчет движения, ничего новенького я не сказал. Допустим, мне кто-то говорит, что это ваша новая теория. Никакая это не новая теория, понимаете, это старая теория, что движение – это жизнь, оно дает долголетие человеку. Но при этом это одна сторона медали, а вторая сторона – это ведь любовь к природе. Мы сейчас обе стороны разберем, потому что песни – это когда люди поют, они с любовью передают знания, но лучше усваиваются. Поэтому сейчас послушаем песню. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ «Не преврочи меня за это критикой, говорит, а что, откуда вы это взяли?» Я это взял из опыта, понимаете? Я имею право это говорить, потому что я изучаю, я ученый в этой области. И на чем оно и право основывается? Оно основывается на опыте других людей, которые получают это знание, изменяют свою жизнь и вот так вот говорят, спасибо, помогу, понимаете? И в чем заключается опыт? Я изучал движение и время этого изучения я понял, что когда я длительно двигаюсь, длительно бегу, то у меня очищаются психические каналы. Я вам расскажу, что это такое примерно, как это выглядит. Вот. И это очищение приводит к тому, что у меня продлевается жизнь. Гипотинамия — это сокращение, это сокращение лет. Понимаете, люди? Вот я вам говорю это конкретно, как свидетель. То есть, допустим, я во время движения понял, что у меня 64 где-то года — это активное долголетие. То есть я вот живу 64 года, потом убедать начинаю. Это у всех людей есть такой момент активного долголетия, у каждого человека. И чаще всего человек, вот если неправильно живет, у него активное долголетие закончилось и на следующий год он сдох. Ну, или ушел из жизни, так сказать подобное. Вот. Понимаете? То есть, даже никакого вообще возможности что-то пропить, все. И ему островики говорят, да, 64 года и все. Мне так островики сказать прям, 64 года и... Я согласен с той позиции, которую вы сказали, я согласен с той точки зрения, если я ничего не делаю, понимаете? То есть, если я типа динамия, ничего не делаю для того, чтобы продлевать свою жизнь, тогда да. Но если я пробегаю, вот смотрите, если я пробегаю 5,5 километров, там 4 психические цилиндра, я это объясню, как они действуют. Если я пробегаю 5,5 километров, не отчаясь от первых полностью. И у меня продлевается на 5 лет жизни. Уже 70, да? Уже получше, да? Вот. Потом дальше, если я пробегаю 9 километров, у меня продлевается жизнь до 75 лет. Если я пробегаю... Ну, примерно, я говорю так, примерно. Если я пробегаю 12,5 километров, 30 цилиндров психически не отчаясь от первых. У меня жизнь, продактивное полголетие, продлевается до 80 лет. 81. И если я пробегаю все свои, там, 16-17, в зависимости от температуры, там, моего состояния психического и так далее, физического, то есть, каналы включаются с разной скоростью, но в среднем мне надо пробежать, там, от 16 до 18 километров, чтобы все вот эти цилиндры прочистились, и я проживаю до 86 лет, то есть, это активное долголетие, а там уже, как бы, утостанно. Может, еще чуть-чуть покажу, если... Ну, принимать, старайтесь, если ты 86 чуть-чуть походил, то, как бы, знаете, потому что нормально, не хватит. Вот. А если в 50, тогда обидно. Понимаете, обидно за свою судьбу. А ничего обидного и закономерности, понимаете, может психическое старение, психики, рубануть жизнь, может физическое, может духовное даже. Человек может повеситься просто от того, что он так жить не хочет. Это духовная батарейка у него на нуле, какое-то время работает, потом пац, и он сам себя убил. Психическая батарейка на нуле означает психушка. Вот. Тоже не жизнь там, да, там человек себя не помнит, это уже как самоубийство психическое произошло. И есть физическое самоубийство, это болезнь и потом смерть. Человек болеет тоже, ну как он, не то, что он выбирает, это он просто не имеет знаний, не стремится изучить, понять, как правильно жить. Итак, гиподинамия это сокращение лет. Понимаете, это сокращение лет, это 100% план. А если человек бегает, длительно двигается, то он продлевает свою жизнь. Три способа продлевать жизнь. Это статические упражнения, в целом, где-то два часа статических упражнений, они два, два с половиной часа у разных людей по-разному обращаются и психические цилиндры. И не обязательно каждый день делать два часа, это достаточно раз в пять дней. Вот, допустим, бегать, не допустим, это тоже получается 17 километров, тоже около двух часов. То мне достаточно раз в шесть дней бегать, чтобы у меня полностью здоровье, нормальная функционировала, цикл такой, раз в шесть дней. Тоже такая два с половиной часа йога, тоже примерно раз в пять дней на дом. И пост два с половиной суток, два с половиной суток, полностью очищая на воде пост, весь организм. Достаточно так поститься раз в три недели, два с половиной суток. И человек будет жить очень долго, долгое жизнь. Ну, по нашим мерам долгой. Можно еще продевать там, но это уже надо образ жизни полностью менять. Мы не сможем. Там некоторые йоги не двигаются, там всю жизнь сидят, там метаются иными корнями.